Сын, если так же, Духа, я благословляю. Аминь. Добро пожаловать, как Господь, Ангела Пронятеля, и придет к вам. Мы хотели, чтобы ты с нами покушал. Как вы там покушали? Очень даже хорошо. Братская трапеза, а любую. Ангела Пронятеля, Третья. Итак, на прошлом занятии мы закончили разбор 20 стиха первого послания апостола Павла Калинфина, Третья глава. Я полагаю, что, как мы уже по традиции делаем это, мы должны начать с повтора этого стиха. Может быть, еще что-то мы рассмотрим, какие-то стихи параллельные места. Имею в виду стихи параллельные места. Итак, 20 стих. Первое послание апостола Павла Калинфина, Третья глава. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Толкование. Если же Господь знает, что умствования человеческие суетны, потому что в них нет ничего необходимого и спасительного, то как вы, коринфяне, питаете мысли, противные Богу, и занимаетесь ими как бы полезными, и занимаетесь ими как бы полезными, то как вы, коринфяне, питаете мысли, противные Богу, и занимаетесь ими как бы полезными. Но вместо коринфян мы можем подставить кого угодно. Так ведь? Это будет обращено и даже к нам, к православным верующим уже столько лет. Если мы занимаемся мыслями, противными Богу, то мы только думаем, что мы занимаемся полезным. Да. А у меня, знаете, вот сразу, вы как начали об этом говорить, что мы думаем, мы вообще к женщинам это относится более, чем к братьям, к сестрам. Это я более бы отнесла. Потому что когда вот мы думаем что-то, мы думаем, да, мы считаем, что это вот так только должно, так, вот истина. И как бы не допускаем никаких других, это, если что-то другое слышали, мы сразу, вот как бы, вот он не прав. Тот, который инакомыслящий. Как бы он не прав, а ты права. И я вот как-то утвердилась в этом, вот недавно совершенно, не то, что недавно, вот у меня было такое, что вот мысли женщин совершенно отличаются от мыслей мужского пола. И когда я слушала Стеняева, нет, не Стеняева, Осипова, и он сказал, вот вы все о себе как-то много думаете. И вы думаете, что вы вот вы, если верующий, а тем более священник, а тем более епископ, то все, вот только так и никак иначе. Вот ваши мысли, ваши думы. Я отношусь к тем же священникам, которые не опираются на Слово Божие. А к минианам, говорит, я отношусь к тому, посади верующие, если верующие, и если на Слово Божие не опираются, если на Слово Божие не опираются, то они, в общем-то, как бы вот в эту же категорию вносят, думают, что они, это все последняя инстанция. И он говорит, вот мне еще один вопрос непонятен. Почему? Когда что-то случается с верующим, вот особенно я тоже к себе это применила, что вот заболел человек, согрешил, а вдруг вот я умру, а вдруг это самое. А мне стало вот понятно, когда я вот антибиотиком-то чуть не отравилась, я же умирать собралась, я говорю, Господи, в руки Твои вручаю, все забирай. И когда я это сказала, мне так радостно стало, мне так приятно стало, думаю. И потом я думаю, а что я вот сейчас, вот что у меня здесь держит? Ничего не держит, ничего. У меня вот такое, главное, чтобы во что-то на меня дели, вот я приказала, там Али сказала. И вот, и у меня на этом вот закрылось, и у меня так спокойно стало. Думаю, эти мучения, вот эти мучения, которые я переношу, от которых от близких я вот страдаю, я их раздражаю в основном. Я, я, мое присутствие, даже мое молчание, даже вот все это раздражает. И вдруг я услышала ответ, когда Осипов сказал, вы, говорит, христиане называетесь, вы ждете Царство Небесное, вы верите, что Он Христос, умер за вас, все это вы верите, вы хорошо делаете. Но когда, говорит, вы начинаете умирать, Господи, а я не хочу пока, я не готова, я из жизни святой не хочу уходить, я не могу, я, я, десять, десять лет, я бы еще пожила, я бы еще пожила. Я, говорит, не понимаю вас. Вы отказываетесь от Царства Небесного, вы отказываетесь. Я здесь еще пострадаю, я здесь еще помучаюсь, но только не у Царства. То есть не, это вы думаете верующие, а вы не верующие. Вы не верите, что Христос приготовил вам лучшее, чем здесь на земле. Здесь Он посмотрел, как вы себя ведете, как вы к вере пришли, как вы там по делам вашим судить будут. И вдруг вы от этого отказываетесь, когда вы на лоне уже смертно. Вы отказываетесь. Почему, говорит, вы отказываетесь? А я, говорит, вам назову ответ один. Вы не верите, что Он вам приготовил лучшее. Вы не верите Христу. Вы знаете, что Он умер за страдания, но вы не прониклись этим страданиям. Вы не верите Ему. И вы не верили своей Души Ему. И нисколько Он в вас не живет. Нет Его в вашем сердце. Нет. У вас есть в уме, но только не в сердце. Вы Его туда не пустили. И поэтому, когда вы умираете, вы не радуетесь, а вы печалитесь и еще хотите пожить. И еще помучиться. Поэтому, где ваша вера, христиане? Я так думаю, так он как прямо так это очень как-то очень интимно, очень там глубоко затронул это. И сидят в основном, вот сидели там, его слушают. И он слушает, священники сидят, очень мало, но молодые. Семинаристы сидят. И я видела несколько женщин, вот такие монашки. И зал вообще пустой. Но хорошо, что снимают для того, чтобы мы видели, что он эти беседы ведет. Но настолько. Но мне единственное смущает Осипов. Вот это Осипов, да, единственное смущает. С галстуком, в костюме, без бороды. И такие истины выдают, как будто ему это настолько легко. Настолько он каких-то вещей касается, которых тебе это надо объяснять, объяснять. А он так в кость коснулся. Все он это знает и соприкасается с этим. И вдруг без бороды. Внешний вид не соответствует нисколько. Моему представлению, как я уверовала, что нужно так, нужно так. Вот это внешнее, у него ничего не соблюдается. Это уже не касается вот этого ответа. Что вы думаете? Просто это мое мнение. Могла бы я и не говорить, конечно. Опять же, оно не соответствует. Тут два момента. Может быть, кто-то еще какие-то аспекты того, что сейчас сказала сестра. Вы затронете другие аспекты. Мне думается, что вот первый момент, что вот это самомнение наше, оно основано, конечно, на нашем эгоизме. Думаем, что мы все знаем и из этого исходим. Этот эгост, он мешает нам по знанию. И атеисты-то чаще всего они от незнания. А от незнания они исходят из... Они вот это незнание трактуют как знание. И поэтому я говорю, этого не может быть, потому что не может быть. Потому что я не видел, потому что я не слышал, потому что я не могу осознать. То есть доверять только своим кожным чувствам. И в то же время их можно назвать верующими. Но ты веришь, что электричество, это электроны, которые бегут по проводам. Веришь в это? Ты же не можешь их... Да, ты попробуй засунь два пальца в розетку, и ты ощущаешь этот ток. Но то, что бегут эти электроны, это проявление уже будет этого, электричество. То есть они как бы вот основывают свое незнание, превращают в то, что они как в абсолютное знание. Это абсолютное знание, которое, конечно же, не ведут к Царству Небесному. Другой аспект, который затронула сестра, это то, что мы неверующие православные люди, христиане, и можем себя назвать неверующими, по словам этого Осипова. Что если вы не верите тому, что вы в Царстве Небесном будете, так вот умираете и трепещете. Но мы же православные, это умираем в надежде только. А за нами куча грехов, которые, может быть, я и не раскаялся, вот это меня должно гнить. Оно постоянно гнетет меня. Когда я однажды на батюшке сказал, что батюшка, вот меня еще гнетут грехи, которые я еще совершил тогда-то, и я уже в них покаялся, но они меня все равно гнетут. Батюшка говорит, а как говорит Господь, пока ты помнишь о своих грехах, я о них забываю. Но как только ты про них забываешь, я про них вспоминаю. Поэтому, конечно, этот груз, он остается до того момента, когда Господь уж возьмет свою обитель, если достойны будем. Мы сейчас читаем стих 20. И еще Господь знает умство немудрецов, что они сует. Прочитая толкование, и вот параллельные места, еще параллельные места мы к этому стиху, которые предлагают нам люди, занимавшиеся священным писанием, и преподносят им, как параллельные. Колоссинам 2, 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ну, мы уже в прошлый раз говорили о том, что вот эти мудрования и увлечения философией, пустым обольщением, оно, конечно, к желаемому не приведет, потому что по стихии мира мы можем прийти только в противоположную сторону, далеко от Христа. Хотя даже и из этого ничтожного можно извлечь для себя пользу. Например, я изучал философию в институте, и мне было интересно заниматься диалетическим материализмом, закон единства борьбы противоположностей, причинно-следственные отношения, закон формы и содержания. Но эти законы априори, то есть изначально даны Богом, и мы можем подчиняться этим законам или не подчиняться. И когда мы с этих позиций исходим, оцениваем эти знания, то они могут быть и полезными тоже. Иова 11.11. Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания. Как этот стих? Может ли он быть параллельным к этому стиху, который 20 стих? И еще знает Господь умствование мудрецов, что они суетны. Ибо он, Господь, знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания. Можно применить это как параллельность? Не знаю даже, о чем речь идет. Почему там считаешь, они здесь? Что? Я здесь уже прочитал. Мы прочитали, и по этому оттолкованию уже поговорили. Филак в болгарске бьет короткое оттолкование. Еще раз читаем. Так, а это откуда берете вот это? А это параллельные места, которые приводятся в интернете, как параллельные места. Они могут никакого отношения к этому не иметь. Если написано, верующим сыном имеешь жизнь лещу, Иова 12 стих этой же главы, 11-й. Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Пустой человек. То есть, мудрование пустого человека, они, конечно, к чему они могут привести? Господь знает, Псалом 93-й, 11-й стих, Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Ну и мы о суетности наших мыслей уже говорили. В прошлом раз, сегодня уже об этом сказали. И римлянам 1-я глава, 21-й стих, но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании их своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Из этого стиха мы можем сделать какую-нибудь? Когда мы благодарим Бога за все, и то, что Господь нам дан ум, и то, что мы с помощью этого разума, этого инструмента, данного Бога, можем познавать истину Его через Слово Святое Его, то мы, когда благодарим Бога, тогда наше сердце и ум остаются в лоне мудрости божественной, которая ведет нас, возвышает нас. А когда мы забываем благодарить Бога и начинаем умствовать по-своему, не по-божьему, не в русле Священного Писания, когда становится наше сердце несмысленным, а ум омраченным. А где Третьяков сегодня? Белокурихи. Командировки. По работе в командировке. Прошлое занятие у вас, наверное, было, он с занятий позвонил. А какие четыре пункта, по которым определять можно? Да, да, да. Вот этот первый пункт, суетность, это земное и временное. Повторим еще раз эти качества. Первое, мне надо сегодня поехать куда-то. Воскресный день. Но у меня назначена встреча, люди там ждут мало, родственники приехали на дачу. То есть вариации разные. И другое. Сегодня у нас вот такое собрание, где мы прославляем Бога, как Он помог нам в благовестии. И далее идут занятия. А там у него другое. И к любому, то, что он намечен на сегодняшний день, или даже не намечен, но уже подошло, ставь первый вопрос, что я ищу, временного или вечного? Плоскового или духовного? Это один вопрос. Ну, если ты поехал к родственникам, какое оно вечное? То как? Они уехали, тут же забыли. То, что мы говорим, благовестие идет в вечность. И занятие идет, это оживотворяет душу и величет к вечность. Ну, первый вопрос ты можешь решить? Ну, да. Так записал. Плюс где ставишь? Ну, когда я сам из-за занятия. А ты уже в дверях тебя завержал. И ты останешься сейчас, и тебе это не нужно. А ты остаться можешь, но ничего дело не меняет. Теперь второй пункт будем говорить. Тебе хочется увериться, а правильно ли мы приняли решение повести такое собрание и остаться здесь? А как? Второй вопрос. Что говорит об этом Святая Библия? А что она говорит? Ну, она-то что-то говорит о том, когда люди временно избирают вещи. Она всегда говорит о том, что зачем тебе? Избери вечность. Избери. Весь мир приобретет, а душе повредит. А где душе? А ты даже не хочешь там с родственниками встречаешься, и что там будет, какие друзья, это повредит. Ты, я знаю, у вас каждый день, каждая встреча заканчивается выпивкой. Но не всегда. Пока всегда. Именно всегда. Ну, пиво это еще алкоголь. Алкоголь. Разжиряется у тебя вот такая будет. Как Жордану говорит, задница вот такая, голова вот такая. У тебя бабе характер, бабе конституция будет. Мужчина должен в пищах быть широкий, как зад узкий. Заметьте, на туалетах, когда рисуют, мужчина так вверху, вот такой треугольник, вот так вот. А женщина, когда женский, вот так вот рисует треугольник. Потому что ей природа это назначена. А пиво делает, мужские гормоны ее вырабатывает, а мужчины женские. Ну, я тебе уже задел медицину. Если ты не знаешь, знает сегодняшний день. И спорить не надо. Я ему говорю, Ждана Владимир Георгиевич, президент международной компании трезвости, там вот, президент ассоциации. А кто он такой? Да он там то. То есть у него на все есть шило. А причина одна, что он не желает исправиться. Да он еще не нужен. Но если патриарх Алексей Второй его просит проводить беседы в определенной аудитории со священниками спившимися. С алкашами-попами. И это вопрос вопросов у них стоит. Он выходит пьяный. Ну, постригать надо. Он чуть глаз ребенку не выкнул. Не знаю, где волосы стричь. Пьяный. Упал в колодец и утонул поп. Как козел у щукаря. Что Писание говорит? Писание говорит, избери благую часть, как Мария, которая у нее не отъебется. А она не стала суетиться, с пирогами, с блинами, с шашлыками, с мантами возиться. Простое кушание достаточно. Вот мы ехали, у нас ничего нет. И мы приехали живые. И как выглядим-то еще? Да ты учти, что это другая обстановка, другая температура, другие люди. Ни одна болезнь не могла прилепить. Это тоже чудо Божье. Мы искали вечного. Богата подстраивались. Писание нас спасало. Идите до конца вселенной. По силу миру. Мы пошли. Какой вариант? Ну, конечно, это ясно. Тут уже я ему догадал. Третье. Третье очень шаткое. Что говорит об этом твоя совесть? А что она мне говорит? Я за двоих отвечаю. Ты меня спросишь, Павел, говорит, я тебе отвечаю. А что говорит? А родственники мои приезжают? Что тут плохого-то? Ну, нельзя во всем усматривать. Ну, что только лоб колотить каждый день. Понятно. Значит, езжай туда. Там разбитых сердец много. Не лбов только. Но там же хорошие люди. А в аду очень много хороших людей. Сбежавшие из ада, там ему говорит. Там очень много хороших людей. И совесть тебя не судит, что ты оставил собрание божественное. Песнопение ангельское. Здесь совершается таинство. Здесь храм Божий. А ты туда пошел. Ну, они же уезжают на неделю. Ну, на неделю ты проводишь. Что тебе? Ну, день-то один побудет. А у меня больной кто-то. Сама знаешь как. Он вам не надоел больной-то? Что вы умираете? Все равно он умер. А сколько ты пропускала, не успевала? Было? Было. Вспомни. А мужик, да. Вот она отвоевала свободу. Вот и все. Встречают ее с кулаками, спинками. Это только дело-то. Перенесем. Не такое было. Блаженно, что ты одна. Благодари Бога. Наш совесть тебя не судит. Я тебя буду давить теперь. Писание ты соответствует. А теперь самое главное. У тебя совесть заснувшая. Я тебе сейчас ее распечатаю. Ты вот пойдешь туда. Один из вариантов. Ты можешь никогда не вернуться. Неприязненные отношения. Не молчались не так слова. Бутылка в руке. По голове. Нож на столе. Сердце. Было такое? Ты в милиции спроси сколько хочешь. Они выпивали, распивали ввиду неприязненных, неприязненных. А вот здесь все приязненное. И мы рассуждаем. И совесть не судит. Мы говорим о Боге. О Его любви. О заботе. Я беру пример. Что Ему надо довериться во всем. Ну как Бог поможет, когда нас заблокировали? Мы не можем выехать. У нас отняли паспорта. Мы сидим. Что сделать? Я все время спрашивал Витю этого. Мне выйти туда? Да зачем? Я сижу. Находясь у него приходят. Витя Николай без паспортов, без всего. И требуют выкупа. Там 3,5 тысячи рублей. Да еще что-то. Я уже не разговариваю. Я свою папку, я с папкой более солидной выгляжу. Я папку под мышку. И пошел. Кто начальник-то? Никто не знает. Все равно я его найду. Дальше начинаю говорить. Они один к другому. Ну прошло 10 минут, я иду с паспортами. Ребята. Паспорта-то вот они. А они уже два раза ходили полностью. Я говорю, невозможно, невозможно, бесполезно. Не ходи даже бесполезно. Через 10 минут я думаю, ну как паспорта несу. Они только не говорят. И в таких случаях было больше половины. Почему? Во-первых, я никогда не отчаяюсь. А во-вторых, совесть меня не судит. Я с начальником разговариваю как надо. И ты перед судом Божиим предстанешь. Перед родными. Что ты будешь говорить? Нормально службы вел? Ты посмотри, какой мы грудь свезем. Кому? Мы во славу Божию делаем. Мужик такими глазами смотрится. Это отпустите вы их. Что-то страшно стало мне. А другой рядом слушал, подошел, выдает. Может, вы еще не дадите? У меня ничего нету. Нас там три человека. Собираемся, молимся. Ну дал я ему. Видите, там выделим. Мы берем, кроме комплектов, по 38 книг. Еще дополнительные, некондиционные. Раз, другой, третий. Все вперед. Я от благодарности считал. Ну вот давайте, возьмем город Барнаул. Кто из 750 тысяч жителей получал благодарность от Рамзана Кадырова? Да вы Чеченской республики? Конечно. Ну скажи, кто получал одно из лучших президентов бывших республик от батьки Лукашенко Александра? И за что? Он увидел слова-то какие о духовном. Он слово духовное употребляет. Перечисляет книги. Новый Завет 1, Новый Завет 2. Ну кто? А мы дома сидели бы, ничего этого не было. И вы бы не помогали. Вы участники. Напоившие пророка во имя пророка получат награду пророка. Вы все получите награду свою. По мере сил. Как здесь? Мы последний день. А вот Галина пришла, провожает. Чего принеси, там еще хлеб. Да у нас уже все есть. Ну хоть что-то. Ну возьмите. Вот у меня то привезла. Ну кое-как да. Ну так было. Не выходило здесь. До самого уже расставания. Так Бог делает. Мы четвертый. Все положительно. Надо ехать. Или не надо. Теперь. А не принесу ли я этим, даже, которые правильно понимают, а другие это не совсем правильно, соблазн. Не будет ли в этом соблазна для людей? Ну как сказать? Определи. А что такое соблазн? Искушение. Искушение у него будет. Он скажет, а как верующий вот так делает? Что-то в этом есть или нет? Я должен того убедить. На каждый роток не накинешь платок. Ну а все-таки. И когда все положительно, делай не сольеваясь. Помолись, по благословению получи и иди. Если вопросы не решаются. Я говорил вам, как мне из Италии женщина пишет, ехать в Россию не ехать. Молодая вышла замуж, родила двух сыновей, разошлась. И теперь, а родина тянет. И каждый год, вот как Валентина Сартисона, она ездит сюда. Родина. Ехать или не ехать? А почему ты меня спрашиваешь, Анушка? Ну вот я слышал, а вам Бог отвечает. Мне Бог отвечает. А когда Он мне отвечает? И ты ждешь, я сейчас, что Бог мне скажет, да, она пускай выезжает в Россию. Я такого ни разу не слышал от Бога. Я про себя ничего не знаю. Но я молюсь, прошу через совесть будить. Проходит неделя. Ну что? Ничего. Месяц проходит. И ты молишься, молюсь, и я молюсь. Полтора месяца проходит, она опять спрашивает. Я говорю, нет ничего о тебе, ответа нету. Только ответил, и сразу ответ. Стал на молитву, и ответ пришел. Сотни раз за это время я вопиял к Богу. Сотни раз. Ответа нету. Вон вдруг ответ пришел. И как пришел? На мысль мне Бог положил местописание. Я это местописание ей говорю, а теперь вот это местописание напиши на бумажку, крупную, красиво, и пойди к батюшке, ты же православная, у тебя есть батюшка? Да, есть. Вот пойди ему и скажи, мне прислали вот это местописание. И теперь послушай его, что он тебе скажет, что мы будем об этом молиться. Почитайте. Пусть он расшифрует этот стих, и в этом стихе твоя судьба, твоя жизнь. Вот и все. Необычно. А что необычного-то? Я знаю Писание, и я все время плыву как бы в нем. Что не случается, не так. Сейчас Витю послали, а у меня уже местописание какое есть. Вот апостол Павел говорит, не увлекайтесь философией, что он говорит. Откуда он это брал? Он плыл в этом. Он знал, что люди этим увлекаются. По пустому обращению, по хитрому искусству. А где оно сегодня? Оно в первую очередь патриархии. Все это на хитрости. Епископ на отца Акима издает указ. Указ издает. Миллери не убили, а уже ободрали. Но я думаю, это молодые епископы его траванули, и теперь они золотаялись. Интересно, а что они будут делать? А ничего мы делать не собираемся. Я говорю, насмешник. Посмеялся новый епископ. Да и все. Как может отдавать мне приказы? Я ему не принадлежу. И с какого боку? Никак нет. А там и Ларен отказался. Так если на него Пашу, конечно, отказался. Больной человек. Куда? Ну, сердце его мне не выврут. Мы его верим. Признание самое главное, а не то, что есть или нет. Что есть или нет, это решает обстановка. Признание. Мария Магдалина 47 лет не причащается. 47 лет. Ты понимаешь, что это такое? 47 лет. Ежедневного ожидания. И, наконец, Бог посылает ей священника, пресвитера Зосиму в пустыню. Она не отрицала церковь. Она верила. Но возможности не было. Как выявила гонение Деки, Деклетиана. Любой вопрос. Решать нужно в этом свете. Дальше. Мы сейчас каждое утро насчитываем по полчаса и даже больше. Вот, Блаженна Филакта, Матфея, идем. Видео. Ох, интересно будет. Просто интересно. И, притом, создать этот фон, где его нельзя, как они, там, где-то, там, этот, Невзоров, там у него разные рыцарские стоят, рысари железные, там, черепа. И он все время раскурит, их знаменитую трубку, он всегда дым пустит. Если патриарх где-то говорит, где-то, круглый столик у них там рядом, святые, или там часы большие, или по часам, у нас по-другому. Витя сидит, считает на кровати, а я у ног его сижу, и на коленях три кошки. И котик играет, грызет им уши, ноги, прыгает, бегает, бац, кошка одна ушла. Та приходит, мышку несет, теперь мышку ему, она живая, это все снимает, она в это время считается, прыгает, подбрасывает, и тут же ее съедает. Ну, нет такого фона, его, то есть мы живем и плывем в природе, у нас все необычное. А Володя свое дело знает, снимает. Вот и все. И опять утро пришло, мы все распакуем, даже экран большой, вы видите, есть кино смотреть, где откроем, чтобы видели, что мы не пензенские затворники-то. Рядом положим наушники. То есть, если здесь, то я стараюсь открыть принтер, чтобы вы видели, а на экране выведем библейский поисковик, какие места описания. То есть, наши необыкновенные. А те беседы записывали, всегда большая православная Библия, и во свете Библии, и показывают Библию, на его свечи. И тут книги, говорят, лежат. А им не сделать этого. У них все такое вылизанное. Сегодня Витя чистит, чистит себе сапоги и идти в храм. А мои стоят рядом, на него смотрят сапоги. Блестят они, чищены. А вам почистить? Ведь, а зачем крем тратить? Мне это ни грамма не поможет. Нисколько. Я с кем встречаюсь, никто даже на сапоги не смотрит. Вот и все. Ты понимаешь, вот есть человек видимый и невидимый. Ну что, ты не видишь, какой я есть, что у меня выступает, где прожжено, где отморожено. Встречают по одежке, а провожают по углу. Прощаемся уже. А можно я вас поцелую? Вот и все. Мне не надо богатства Березовского тратить на женщин. Они всех варим ногам. И не завтра, а сегодня. Почему это братское, это чистое, без поднеса. Все. И никакой философии. Любовь творит чудеса. 1 Коринфянам, 3 глава, 21-й, 23-й стихи. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Толкование. Феофилакта Болгарского. Это, кажется, говорит к подчиненным, но поражает начальников, внушая, что они отнюдь не должны тщеславиться ни внешностью, ни внешней мудростью, так как она есть безумие, ни духовными дарованиями, так как они принадлежат Богу, и даются для пользы подчиненных. Это значит слова, ибо все ваше, то что же гордятся учители ваши, и для чего вы надбиваете их и превозносите. Они ведь ничего не имеют собственного, но все, что у них есть, принадлежит вам, дано им для вашей пользы, и они должны быть вам благодарными. Между тем, опять упомянул о себе и о Петре. Это для того, чтобы слова его были не так тяжки, и чтобы внушить. «Если и мы для вас получили дарование, и для вас поставлены учителями, выделены живым средством, для вас поставленными учителями, то тем более нынешние учителя ваши не должны гордиться дарами, как бы собственным приобретением, ибо это чужие блага». И выделена жизнь учителей, говорит, для вас, для того, чтобы вы учились у них и получили пользу. И дальше выделено, опять же, жирным шрифтом. «И смерть их для вас, и жизнь учителей для вас, и смерть их для вас, ибо за вас и для вашего спасения они подвергаются опасностям». Или иначе. «И смерть Адамова для вас, чтобы вы уцеломудрились, и смерть Христова для вас, чтобы вы спаслись». «Для вас и настоящее», выделено жирным шрифтом, то есть благо, которое есть, еще здесь дарует Бог верующим, «для вас же уготовлено и будущее». Не в том же отношении Христос есть Божий, в каком мы Христовы. Мы Христовы, как дело Его и творение, а Христос Божий, и как Сын предвечный, и как имеющие Своим виновником Отца. Таким образом, хотя выражение одно, но смысл различен. Ибо все наше не в том же отношении, в каком мы Христовы. Мы рабы Христовы и творения, а все существующее не есть ни что-либо служебное нам, не наше творение. Поэтому нехорошо поступаете, разделяясь по людям, тогда как вы принадлежите Христу. Но есть мысли, соображения, вопросы. А вот слышал сейчас вопрос, мужчина тот задавал так, а вот какой вред в духовном плане, если курить я буду? Так вот себе-то мы не принадлежим, это главная мысль. Ты Божий, не свой. А не свой, почему ты распоряжаешься по-своему? Мне это дали только на время для сохранения. И я не могу не по назначению. Вот только выезжает сейчас, видите. И куда заезжать надо? Договаривались, встречать на трассе. Человек, а нет, уехал в другую деревню. Как? Я это вообще, мне это не вкладывается. Но мы договорились, он везет груз. Необходимо прямо, живой груз. Уехал, думаю, зачем? Ну вот так. Все дела к главному ты подведи так, чтобы главное осталось не повреждено. Вот у нас занятие сегодня, было собрание. Если не это, значит все остальное только мешается, оно тебе во вред будет. И то, что ты там делаешь, это тоже во вред. Тем более воскресный день. Работы там никакой нет. Внезапно ставят меня перед фактом. Огорчение. Тем более человек не чужой, не ради зла делает, а по привычке. И вот мы уже параллельное место разбирали. Первое коринфянам, третья глава, 17 стих был. Сейчас мы 21 стих. 21-23 стихи. А здесь 20 стих. Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией. То есть Богу принадлежит все. А вам приходилось в жизни вот так, чтобы человеку предлагать, а он говорит, я этого не могу, я Божий. Это мне вовред, я сам собой не распоряжаюсь, я Божий. Хоть раз кто-то вам говорил так? Да, говорили. Так, в какой ситуации это было? А вот это было на занятиях и неоднократно. Вот рядом с сидящего. Да, мы все время должны помнить, какой дорогой ценой я куплю. Себе мы не принадлежим. Я ехал, мне было нелегко. Им было нелегко со мной. А мое скрытое, я просто открываю. Было мне нелегко. Нелегко, я выговаривал, после приезжали, выходили. Я даже под запись это все записал. Какие были духовные ошибки. Мы не только делали что-то, но мы постоянно работали над душами. Я раскладывал по частям, почему им атаку поступили, почему так сказали, почему так получилось. Ну, кому как открыты. Открыты одинаково всем. Уразумения разные. По мере испорченности в мире говорят. Каждый судит по своей испорченности. Ты дальше сказал, говорит, у каждого, а сзади куча греков. Да если бы кучиных еще разобрал. Там Эльбрусы. Боры. Вот в чем дело там. Что их не разобрать и не сосчитать. И говорят, без числа я согрешил. Господи, все не греши. Без числа, то есть числа нет. А в куче-то это я за один день перекидаю все. Оговорился, ошибся. Простите, Христо, ради. Вот так. Пошли дальше. Ну, параллельные места, которые приведены. Может быть они, в принципе, я полагаю так, что все стихи, они параллельны друг к другу. Потому что всякий стих священного писания, он связан с любым стихом священного писания. Можно на него выйти через другие стихи, но ибо не зря русский ученый Иван Панин, когда он изучал священное писание, математически, он пришел к колоссальным закономерностям, которые прослеживаются от первой буквы до последней. То есть оно связано, и нельзя вытянуть ни одну букву, ни один знак, ни одно слово, не поменять местами. Все зацементировано. Все, конечно, там единой мыслью о спасении, мыслью о домостроительстве Божьем. Все запечатлено. Не помню, много лет. 50, что ли? Веков, 50 лет. А сегодня на компьютере он все это сделал бы за год. Считать не надо сразу раз количество букв. Я когда выдал данные статистические о Библии, я же после соединяем на калькуляторе, а по одной в голове там проще считал, потом слагал, это техника. Конечно, несколько человек сидели, считали, помогали, перепроверяли и, наконец, выдали. Апостол Павел пишет это послание к кому? К Коринфянам. Первое Коринфянам. Как тяжело было с ними работать. Не зря он два послания прямо написал. Знаменитейший город разврата. Да только дожди, да. И что там будет община, и чтобы она была не заражена этой проказой, не могло быть. Это город разврата. Морские притоны. Только в одном вот храме служило тысяча обслуживающих женщин, моряков. Служили они телом своим. И все это объясняли. Тысяча. И на огромное предприятие было. По разврату. Павел говорит, у вас такое благодеяние. Какого язычника. Никому это не писал. Вот это они, то есть скороспелые такие были, не отошли. Но Бог потом дал ему слезы, он плакал и боялся Павел. А он меня совсем Господь не отверг. Вот как надо смотреть на это. Сегодня вопрос стоит в том, что вот это писание, что считаем, оно как-то действует на людей или не действует. Священники задают вопросы. Вот я прочитал здесь, ну и что. Ну я возьму сейчас до эпиграф, сегодня в церкви прочитаю. А какой будет результат? Да никто и не поймет, о чем ты считал. Открыта дверь. Не позволяй этого делать. Они закугаливают. Нельзя дверь это закрывать. Вот так. Дивно Господь настраивает на эту волну. Вот я имею некий опыт уже в жизни, все-таки 50 лет непрерывного движения. И скажу, практически, почти-почти нет обстановки, в которой нельзя трудиться. Вот совсем нет. Сегодня, сегодня, да. Я таких людей знаю. Вы помните, когда я уезжал, всех попросил помолиться за такого-то человека. И к нему нельзя подойти никак. Он ожесточен и ужасно. Я сказал, там мощный дух лжи и осуждения всех. Но батюшка бросил намек. Ты поговори с ним, когда он будет пасти коров один. Так он не желает даже видеть. И вот погода изменилась. А у человека угнал за несколько километров, а на пути лага лежат. Грязь, вода. Я с велосипедом поволокся туда в степь. И взял записывающий с собой аппарат. Я дошел до ту. А человек видит меня, уходит дальше и дальше, чтобы только со мной не встречаться. Упреки ни одного с его стороны нету, чтобы он был подтвержден. То, что ему кажется, он видит это, видит все наоборот. То, что его грех, он видит, будто бы я его делал. Никогда его не делал. Я вижу, что там самое главное. Вот эта ненависть дикая просто, сатанинская. И пьянство. Там же запиваются. И я с этого и начал. Но перед тем, как поехать, я предупредил знакомых, моих близких, как Серафима Гавриловна, 87 лет. И она встала на молитву, считая Акафис о умягчении сердец, канон Господа Иисусу Христу. Не Анила Александровна, Глушкова мать, пошел в Барабашам. Я всех поднял. И в это время я чувствую теплым, как повел. А холод такой был. И вдруг разговор пошел совсем не так. А я все высказываю, показываю, в чем причина, обвиняю. И вдруг тише. Попросили прощения друг другу и встали на молитву. А человек в этой злобе пребывал 15 лет. 15 лет чисто сатанинская злоба, просто нечеловеческая. Там нет человека, его нету рядом. И все по-хорошему. Так люди даже, которые на завтра увидели, говорят, так лицо-то какое-то другое у человека стало. Как просветлело, разгладилось. Мы не знаем, что завтра будет, говорят. Ну и надолго это. Мне не дано это знать. Я проехал по всем и стал благодарить. А все говорят, а мы тут с молитвами вставали в это время. А Серапи, вот такие ему друзья делали. Вчера Марина звонит из Греции. А я рассказываю. Она говорит, так и моя мама всегда такая была. Дядя Игнатьевна, я по секрету вам скажу. Я ведь не за Митю вышла замуж, а за свекровку. Она ее так полюбила. А сын-то вроде прикладное искусство. Пятеро ребятишек. Пятеро ребятишек. Вот какую можно иметь родню. Это уже видеть в таком юморного. Понятно. Да это уникально, конечно, чтобы девушка выходила замуж за свекровку. У меня по-другому было. Я живу в Искитиме. А та женщина, которая бабушка, она на 50 лет старше меня. Она ко мне расположилась так. Ей надо выехать куда-то. И она узнала у той, а ходит в одну церковь, что она там дома есть. А потом узнала, что я живу не на квартире. Она купила квартиру, потому что я живу у той. И что она будет жить рядом. Вот как Господь делает. Ну она, бабушка такая, даже не знаю, кого у нас сравнить. За 70 лет уже. Это Господь делает. Мы должны это благодарить за ласку родных, за близких друзей, за их помощь. И одному ничего не сделать. А что сверх сил? Сверх сил бывает. Ну а Господь по мере возрастания тягости увеличивает силу. Я приехал по всей деревне. Ребята пришли наши. Мы на молитву сразу Бога благодать. У него еще ничего этого нет. Он только проклинает. Так вы проклинаете моих детей? Чего ты взял проклинает? Я тут встретился с судьей, который меня осудил. Макаров Владимир Александрович. Он в арбитражном суде. Он приезжал к книге у меня, приобретал. И вы наших детей не проклинали. Да чего ради. Да мы молились. Да что вы. Он прям заулыбался сразу. Он за детей сильно боялся. За детей. Мы молились. Мы благословляли Бога. Потому что ответственности предназначенные изменить нельзя. И когда придет ответственность, то, что гнали, это будет славой. Пашков селится в портопопов в вакуум. А на осечку дает ружьем. А на один такой пистолет разбит. Второй пистолет выхватит. Зашипел и опять не выстрелил. А он его поносит. Убьет. Он говорит. Благодать в устах твоих. Афанасий Билибович. Благодать. Он опять векует. Он молится. Богородица Твесвятая. Уйми дурака. Понял как? Чисто. И он ничего не может сделать. Моевода едет. Вы видели фильм «Раскол». Едет и его пытается соблазнить. Сына моего благословил. А сам с бородой благословил. А сына. А этого скобленное лицо. Да я его знать не знаю. Скобленное. Да ты моего сына оскорбляешь. Попух камень на шее навязывает. И топить его. А потом говорит. Ты на что надеешься? Сейчас тебе забор. И ты на дно пойдешь. На Бога. А он сразу цитирует местописание. Псалом. И ты что? Знаешь откуда это взять? Бог дает. А ну сыну тащи псалтырь. Тот не псалтырь. 73-й псалом. С чего начинается? Он ему цитирует. Он поставил. Ладно. Так. А ну-ка 74-й. Какой последний стих? Последний теперь стих. Он считает. Правильно? Правильно все считает. Третьим. Такую мудрость топить нельзя. Снять. Садись ешь. Так не могу я сейчас. Ты опять за старое? Ну пост. Ну ладно. Ешь там свои сухари. А вот сидит мясо. Я свои воды. Это в фильме поставлено. Так оно и было. Это им самим написано. Жди. А что выгодно? А что выгодно? Это крепость. Мужика порет. А он вяжет. А он вяжет. Вот как веретежка крутится. Он посмотрел. Ой. Мужик. Ну разве так можно? Ты же мужик. А ну не отсюда. Его с лапки отвязали. Он привязан. Разделся сразу. Парите мне. Так ты же батюшка. Я сказал парите. И они его порят. Он зажал зубы. Встает у него вся спина. Вот так и вот так. Вся волдырями кровью шкура лопнула. Встал оделся. Вот так надо держать. Все. Он на практике каждому показывал. Как надо. Не бояться никого. Это были герои. Мужики. Но Библии не знали. Как будто не слыхали. Они не за священное писание. Вот так. Псалтырь знали. Да. Давай. Вот параллельное место к этому стиху. К этим стихам. 1 Коринфянам. 3 глава 4-7 стихи. Мы уже их прошли. Но еще раз вспомним. Ибо когда один говорит. Я Павлов. А другой Я Аполосов. То не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. А при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Вот сейчас перечитывал когда этот стих. И у меня возникла мысль. Если приложить мы всегда должны любое стих, он должен быть направлен, потому что Слово Божие живо и действенно. И оно должно быть применено к конкретной нашей сегодняшней ситуации. Вот часто нас называют лапкинцами. Это уже как ярлык такой. А я вот себя не ощущаю лапкинцем, потому что я знаю, что у меня лапкин, Игнатий Тихонович мой наставник. Но не более. Потому что я Божий. Я не Аполосов, я не Кифин, я не лапкин, а я Божий. И вот это главное ощущение должно у нас сохраняться всегда. Потому что мы напитаемся только Словом Божиим. И от Бога мы должны приближать Ему. И все от Него, и к Нему должно быть возвращено. Я тебе дам первые строчки просчитать. Вот здесь. Вот от того, на счет. Это Непанаил пишет. Мы считали заголовок. Книги для Слова Божьего нет уз. Предисловие книги для Слова Божьего нет уз. А откуда это взято для Слова Божьего нет уз? Тимофея. Второе Тимофея 2.9. Чтобы заголовок книги, и на нем было указано место писания, вы много книг таких найдете? Ни одной. А у нас открытым оком, и внизу место писания. На каждой книге. Везде. Уже необычность. Интересно. Вижу, один человек пишет в газете, упоминает о моей книге-то. И говорит, для Слова Божьего нет уз, и внизу пишет 2 Тимофея. Это в название книги входит, а я даже иногда забываю об этом. А то человеку в газете до того странно было смотреть. Я сам даже этого не упоминаю. Если у вас только обыденно. Там еще 2 Тимофея приступили. Еще 2 Тимофея, да? Еще 2 Тимофея тут. Тимофея приступили к этой книге. Главный герой Слова Божия, проповеди которого посвятил свою жизнь Лапкин. Проповеди Слова Божия. Слово Божие живо и действенно. Евреям 4, 12. Поэтому и проповедь о Сыне Божием, из уст Игнатия Тихоновича, никого не оставляет безучастным. И перед читателем открывается как бы 47-летний связь российской истории с неожиданной стороны. Открывающий отношения ко Христу самых различных людей, властей, церквей. Отношения это было самое различное. Вот так. Понятно. Слово Божие, если оно будет на первом месте. Все остальное нужно, но не на первом месте. Беда сегодняшних священников, что они приучают паству на первом месте другое. Мощи, иконы, крестные ходы, предания. Ну что угодно, но только не Слово Божие. И хорошее бывает, но не Слово Божие. И все это не затрагивает так, как, однако, я скажу, что дотрагивает, но поверхностно мыслящих людей только затрагивает. Потому что в глубинномыслящих это не может устроить все эти чудеса, мироточение и воскрешение даже. Вот сегодня опять задал вопрос этот Павел Лазовой. Его интересно вопрос этот тоже. Ну что он? Ну воскресла она и что? Как она закончила? Где она находится вот теперь? Вот теперь это более главные вопросы. А что воскресенье? Ну произошло она. Так вот сегодня Игнат Тихонович говорил, что происходило это не только в православии. Самое главное, как Игнатий Тихонович мудро дал ответ на его вопрос. Ну понятно. Он ему дал размышления над каждым своим словом, которое ему он задал, и вроде бы он вмешивался, хотел его. Так вот как вы считаете? А он даже не понял, что Игнатий Тихонович ему объясняет ее воскресенье. Не отрицает, а объясняет. Но сама по себе суть, то что она сама по себе не впустила Христа в это, у нее не было ничего. У нее веры не было, она не родилась. Вот это главное. Не родилась выше. Не родилась выше. Он это главное ему объяснял. А для Игнатия Тихоновича, что она воскресла, это уже было десятое. Ему главное, чтобы она спаслась, чтобы она родилась от Слова Божия. Ему это главное. А он опять не понял, опять ему вопрос. Вообще так интересно было. Думаю, ну вот мы понимаем, мы какие, мы до Лозового нам еще, знаешь, как он, на больнице туда. А он стоит и опять переспрашивает, думаю, так немножко так не в ту сторону мыслить как-то так. Да, Галина Владимировна. Да он не то, что он сам не понял. Он эту передачу готовит для людей, чтобы люди поняли. Потому что многие им, ну, воскресло, воскресло. И считают, что это уже от Господа все это воскрешение. А ему объясняется. А ему нужно было донести до своих слушателей. Игнатий Тихонович в полной мере все это ответил. Он очень глубокомыслящий радиожурналист. Дело в том, что с этой стороны никто ее не рассматривает. Да, вот. Один вопрос. Там документы подписался, неймор, какая была, какой шов. Совершенно не об этом говорят. Я пришел к ней узнать, есть у нее Евангелие. К ней больше никто и не приходил с этой целью. А вокруг колгодятся из Украины, из Белоруссии люди. Воскресло, воскресло. Клавдия Сюжанина, город Барнаул. Едут люди, везут там подарки, деньги. Все. У нее не было ничего и нету. И она ничего не имеет. Все потеряно. И что интересно, собаку я свою породистую потерял, пришел к ней когда. Она щенок, место четыре, я привязал за дерево. Вышел, а пустое место, ее нигде нет. Я сразу в милицию, железнодорожную. Они показывают в другой комнате моя собака. В милицию ехала, отдельно собака, хозяина нет. Мы, говорит, подошли, отвязали ее. Она щенок маленький-то. Это тоже имело смысл. Ни к чему не привязанная душа. Она потерянная, она нищая. Я понял, это мне знамение Господь показывает. И мы должны вот в этом происходящем, в читаемом, увидеть нечто, то, что не видно. Вот мы сидим за столом иногда, но не разговариваем. А я возьму и опять вопрос о духовном разрешается. Вот мы сейчас вместо писания считали. Вы как, братья, думаете, почему Павел сказал именно так, а не вот так? Они не думают. Володя здесь, а Витя поехал. Так написано. Я знаю, что так написано. Но почему? Что за обстановка тогда была? Понимаешь, вот это размышление. Вот мне отец Иоанн, допустим, Сибурев говорит. Сегодня я считал вашу проповедь. Как она трогает, из книги где-то. И тон такой-то, не указал какая. Дальше я уже легко определяю. Нахожу, а бывает, скажет. Вот он написал, СМС сбросил. Я сразу достаю этот тон, двадцать девятый. Сажусь и заново это проповедь читаю. Теперь я его знаю. Так, на чем он мог остановиться? Я почти безошибочно выделю все места, которые его коснулись. А с чем это связано? У него, значит, этого нет, он не пережил. Я дальше продолжаю. А у меня все время идет размышление. Постоянно, непрерывно у меня факел пылает в мозгах. Вот мы ехали с Витей. Я говорю, Витя, вот идет деньги заплатить. Когда уже налили бензин, все там, сдачи взять. Деньги ты отдаешь больше, а остатки тебе дают. Ну, иначе заправился кто-нибудь, да уехал. А ты платишь полторы тысячи, а тебе назад потом пятьсот отдадут. Когда заправят, а покажут не пятьсот, а, допустим, четыреста тридцать. И вдруг идут мусульманки. Как они одеты, идут втроем, все стройно такие. Да того мне нравится там, как у них косы. Витя, сфотографируй. Они идут рядом. Ты вроде меня фотографируешь, там еще и не одобряют они, некоторые. Они попадут. Что Витя мне отвечает? Фотоаппарат висит через плечо. Только взял его, быстренько раз и чакнул. Ничего не было. Ну, я же иду деньги заплатить. Сейчас я приду, заплачу, я приду тогда так. Да ты заплатил-то, а где они? Это пташки. Он выходит, ну, давай, еще давай, фотографируй. Кого? А что вы хотели? Да нету фона-то. Панно уплыло. Все. Их уже давно нету. Одноканально. Он идет, и он с этого канала, и говорит, видите, у тебя мозги одноканальные. Ты должен работать, как Наполеон, на двух, минимум, на двух, хотя бы на трех каналах. Все время молюсь. Это я разговариваю, еду, пью, ем, я все время молюсь. Молитва идет. Вот они, утром молиться надо, сто поклонов. А они и хотят, меня заставляют. Почему у вас молитва более расширенная? Так сто поклонов. Я в сто только вложу тебе. Допустим, книга, книга, говорю, десять поклонов пророка. Пророк Илья, моли Бога о нас. Я несколько повторю, не всех. А дальше объясняю. Господи, духом пророческим, награди церковь и нас, стоящих перед Тобой. Дабы день прихода Твоего и нашего отшествия с земли смерть не застали нас внезапно. Но чтобы мы понимали это все совершаемое. Дальше. Господи, саделай, чтобы мы, ожидая прихода, вышли навстречу Тебе, как жениху. С горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанной в Духе Святом и с любовью. Не делами спасается, но в Духе Святом и с любовью. Чтобы подставить с добрыми делами, а так доверят ваши люди добрые дела, прославляют. Но это должно быть в Духе Святом, но Духа Христова не имеет от него. И с любовью, потому что без любви все тщетно, хотя и тело дам восторжение. Я это все совместил, и вот теперь в молитве в сжатом виде три стиха в последних словах. Им это нравится. Володя, так я говорю. О которой молитвы заучены от А до Я. Тут они читают это. Нам большой диапазон указан в любви и в Духе Святом. Это безграничное. И нужно все время себя проверять. Есть такая книга. Я осмелилась назвать его отцом. Кто читал? Никто. А Витя про это узнал, ну и он со мной живет. Что-то спрашивает. Это жена разведенная, 53 года. Жена министра в Пакистане, мусульманка. Как она к Богу обратилась? На моем форуме это есть все поставлено. Она книга где-то в стране с 200, не больше. Это одна из таких самых просоленных мусульманскому. Как она обратилась к Богу? Ну настолько она пишет хорошо. То есть она, я пришла в другую комнату. И вдруг я поняла. Я сейчас разговаривала и я ошиблась. Что же, неужели меня Господь покинул-то? Ну вот я почувствовал, как волна на меня нашла. Я стала молиться Богу. С тобой я мой Господь. Она все время проверяет себя на молитве. Она мусульманка, у нее навык молитвы. У нее сад, земли там куплены в разных сторонах, уголках страны. Она очень богатая. Служанки волосы там расчесывают. Вот там кофе там подают. А она начинает с ними как работать. Если узнают, что она верующая, ее убьют. Не посмотрят на ее звание. Измена своей веры. И вот она все время себя проверяет. И когда лежала, я думаю, какая-то в саду была она, холодная рука меня коснулась. Тело мое закоченело. Я стала молиться. И вдруг я почувствовал, что разливается тепло. И утром я с отвращением вспоминал о той руке, которая прикоснулась ко мне. Что это означает? Враг тащит. Дети лезут через ограду в ней и рвут плоды ее дерева. И кричат, шумят, ей не дают. Соответственно, дочери отдыхать. Она этому садовнику говорит. Ты маленько смотри, прогоняй. Он прогоняет, а они опять лезут. Она говорит, сруби его это дерево совсем. Только срубили дерево, упало. Я, говорит, почувствовал, как меня Господь осудил. Понимаете? Вот это вот осудил, сказал, у Яна Кронштадтского было развито. Но я помолился, и Бог простил меня. Опять. Я озлился, как женщина, прищищалась, лезла сюда с ребятишками. Я так озлился, что ложкой пол бы ударил ее. Ну, зашел в алтарь, помолился, и Бог простил меня. Дьякон так сильно ходил, столько дыму. И мои митры стоят, и закоптил их. Я так обозлился. Ну, опять помолился, и Бог простил меня. Это Иоанн Кронштадтский пишет о себе. Он открытый был, такой, как Лев Толстой. Он все писал, женой, все неурядицы, все додой записал, всему миру поведал. А у нас, ой, обо мне написали, сейчас весь мир узнает. Ой, уже умирает, умирает, сидит. А мы на этом учимся сегодня. Это был живой человек, это не восковая фигура. И далее, как она с внуком своим махмуром бежит. Как приготовляет все документы. И в это время забастовка. Новый закон вышел. Кто не представит декларацию, что заплатил все налоги за землю, не имеет права получить и покинуть страну. Это была неожиданность. Она поехала получать, чтобы вылететь в Штаты. А там забастовка, все бастуют. Клер говорит, нет, служащий, нет. И она опять, я помолилась. Я помню, как я разговаривала с людьми, жена министра. Со мной полвагона везли там парфюмерия, одежды. И я ему сказала, проведи меня к старшему. Я всегда она понимала, нужно начинать со старшего. И когда пришла, она говорит, о, госпожа Балтис пришла. И он ее знает. Я говорю, мне нужен документ. У меня уплачено все. Мне нужен только документ, бумажку. Но забастовка, раз забастовка, я не имею права выдавать, что вся страна бастует сейчас. Там Худто приходил к власти, его хотели сместить. Что же делать? О, у меня один служащий недавно принятый. Так он еще просто так стажируется. Он может сделать. Он подошел к нему и говорит, ты же не в числе обастающих. Он мне право не дано бастовать. Пиши скорее это. И она за 20 минут получила этот документ. Вышла, а ребенок говорит ей, мама, а ведь если бы были здесь, которые работают, за 20 минут бы не выдали. Она говорит, нет, не выдали сынок. Она сыном его зовет. Не выдали. Бог так сделать. Я поняла, Бог меня благословляет. И вдруг у меня начало нарастать тревога. Почему? Я Богу не доверяю. Я знаю, родственники меня разыскивают. Она то в гостиницу, то у родственников пробирается оттуда из Карачи. Там летит откуда самолет. Как? В самолет? А они везде рыщут ее в магазинах. Ищут. Как ей? И она каждый раз. Я подумала, огорчая я Бога недоверием. Я села и углубилась в молитву. Вот непрерывно у нее это. И вот так это мало кто пишет. Я опять села и стала молиться. И вдруг тишина наступила в моей души. Я сказала, Господи, прости. Я опять усомнилась в твоей близости. То есть у нее постоянно вот эта связь. Она была такая нетерпеливая в этом исполнении. Крестить ее никто не берется. Кто крестит, тот смертной казни погибнет. А там работали миссионеры. Она им говорит, а нельзя, это только нужно ехать куда-то там, в другом месте. И она не стала долго разговаривать. Она налезла в ванну, залезла в ванну, положила на себя руки, крещая, старая Божия, во имя Отца, аминь, подвода, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святого, аминь. Это житие святой Дроссиды. Так же было кричать. А она, святая Дроссида. Она, святая. Но, когда я покрестилась, я так возрадовалась, и тут же почувствовала, что что-то неладно. Она тонко чувствовала. И когда пришли друзья, они порадовались со мной. А я далее спросил, а где теперь крестить это? Она как бы авансом, чтобы совсем не остаться без крещения. Госпожа Балки Шейх. Советую всем прочитать. Видите, я ее начал считать. Приехал у меня на одном компьютере, на другом. Я его перенес, он считал, считал вчера вещь, он добил ее. И как хорошая. Хорошая это тому, кто молится. А кто не молится, ему она скучно покажется. Именно моменты связи. Вот книгу, считаем мы Иеремия. Как-то не так. Но когда фильм смотрим, когда он молится, когда Бог его побуждает к этому. Или эсфирь, когда молится она в царском дворце, а ее дядя молится там, Мардахей. И как она вопьет к Богу, Господи, плашет. Как он взывает к Богу, весь устремился. Весь во бредище, пеплом землю, голову посыпает и опять вопьет. Я считаю, это самые сильные кадры этого фильма. Очень сильные. Как молитвы их соединяют. А в это время царь мечется, уснуть не может. Вот вызывает книгощие своего библиотекаря, доставит книгу, записи. Ну посчитай хоть чего-нибудь. И сна нету. И вдруг не другое попадается, а именно Мардахея, как он жизнь спас. Ему вопрос. Ну и как его наградили? Как? Дальше нет. Как? Не наградили? Так он же жизнь спас царю. Ну вот так. Да что ж такое-то? Так что ж скажут потомки-то? Понимаете, ему мысли-то какие? Так. Наградить надо. Что, как наградить? Лучше вы знаете, кто? Лучше его Аман. И утром спрашивает. Скажи, Аман, ты самый мудрый министр у меня. Что бы нужно сделать для того человека, которого царь хочет выделить, наградить? У него сразу мысли, а кого награждать, кроме меня? Я самый близкий. А он-то бил на то, чтобы царя отравить. Это он отравить или енуха подговорил-то. И он думает, нужно, чтобы одели его царскую одежду. Так. И чтобы посадили на царского мула. И чтобы самый близкий к царю советник, самый близкий. А он думает, что за мной, который есть, какой-то там кудрин или кто-то там другой, он поведет. И чтобы все кричали, так отвечает царь того, кого хочет наградить. Правильно ты сказал? Правильно. Так и сделай. Там у ворот в пепре сидит Мордохей. Посади его на осла и вези по городу. Ты самый близкий мне. И говорится. Уж никак он не ожидал этой картины. Такого поворота. Ему так и сделал, потому что сам назначил. Прибежал домой. Что было как? А жена сказала, пропал ты. Мать. Это знак того. Дура старая, молчи. Пропал ты. Все. Ты начал падать, а Мордохей возвышается. И все. Еще один день его повесят с сыновьями вместе. Поэтому сегодня вот у нас не ладится что-то. Это еще не окончательный приговор. Окончательный, когда петля на шее. Тебя повесили. Нужно научиться выискивать в священном писании, выискивать тщательно, где там про меня написано. Где есть то, что меня зацепит. Я простыми словами говорю. А ты в такой обстановке был, чтобы вот так было, а потом вот так. Я ему сегодня сказал, слава за кем гоняется. Это интересная фраза. Как вы сказали. Интересная, конечно. А не бьюнцы за это. Я как-то пришел в Алтайскую правду, а один из них, корреспондент, и говорит, знаете, вот мы давно за вами наблюдаем. А ваша версия-то оказалась верной. Все пали. А вы, как проповедовали, теперь открыто, во всех школах. Вы на ту карту поставили. Параде. А вот, а наше-то, что мы писали, это теперь про Ленина, другое. Все ушло куда-то. Ваша версия правильная. Я говорю, не версия-то. Что такое версия? Версия-то многовариантность, и оно избирает. Нет, это Бог сказал. И я так сделал. А вы нашли свою ячейку. Я ее не искал. Мне бы не найти. Меня Бог туда поставил. Он меня там будет искать. Я знаю, что нужна бы поездка. А будет ли она? Мне даже подумать страшно. До Москвы только четыре дня. Где попало ночуем? Какие люди? Вот нынче у нас было. Ну, нужно как-то проехать подальше, километра два от трассы. И найти так, чтобы ниоткуда не видно было. Мы нашли. Теперь там дорога, там видно. Нужно где-то в низинке. И так растопить, чтобы не видно было-то. Но дальше я не вижу. Там идет газовая труба. Близко разводить нельзя. Они ее засыпали. Травой заросло. И там ложбиной до этого. Мы в эту ложбину в канаву, где течет труба газовая-то. Там разводим костерок свой. На трубе. На трубе. А когда выехали, везде написано, не подходи близко, там не зажигай. А мы нашли где, сели на трубу и разожжи костер. Вот это все под землей. А там так удобно. Закрывает. Сушняк рядом-то. Ну затопкали. Ну она не на трубе. Там может быть метр еще земли на ней. Но факт то, что там близко нельзя разводить. И вот у нас было не один раз там. Мне надо коврики похлопать. Подарили мне. Ну похлопать-то похлопать. Собаку-то я куда-то должен левать. За колесо не привяжешь. Я лежу там. Маленький как бы. Стол я подошел. Прямо мгновенно. Начал хлопать. Хозяин выходит. Это ваша собака. Уберите сейчас же. Я сейчас коврики похлопаю. Разрешите мне, пожалуйста, еще пять минут-то. И вот так это настронуло. Он ушел, больше не появился. А сначала собака. Мешает что ли там. Причем она-то съела забор железный. Ну и все. Дальше еще вышел с ружьем, пальнул. Крутость и смирение победили. Я извинился еще. Подошел. Нас многому научило это. Многому. Вот. Сейчас вот. Нина. Чтобы Валентина нашла тех таможенников. От них мы ночью ехали много. Проехали тоннели. Она знает где. С кем разговаривала. Таможния. Это не полиция. Полиция таможни. Так сказать. Чтобы она их узнала. Спросила. И узнала их управление. И мы туда сделаем фотографии. Лена переведет переводы. Я им большую благодарность. Я не могу. Вы сегодня вот это выставите? А? Вы сегодня вот это выставите? Ну, не знаю. Она сегодня же это все и увидит. Что не разрешает мне. Говорил, мне не разрешает портить. У меня ужимают сильно и плохая видимость на большом экране. Оно растягивает там мало эти пикселей. Да еще я ужимаю. Там очень ждут, когда вы выйдете в эфир. Там в Германии уже Вали звонят и звонят. Ну, когда? Ну, когда? Она говорит, ну, подождите, скоро уже будет. Там ждут. И что? Ждут, когда вы выйдете в эфир. Когда вы будете рассказывать. Это понятно. Но не эти. Мне нужно полицейских. Она это вот все услышит. Мне надо найти и поставить фотографии. Сегодня я ей скажу, но она ждет. У меня желание отблагодарить. Это будет перед начальством. Все это просматривали. Начальству. У меня самое маленькое что-то где-то есть. Я не оставляю без благодарности. Вы видели, как сейчас полсовоураган сегодня? Ой, чудо. Это сценарий, я его дорога еще разработал. Когда коврик подарила, мне Валентина. Еще. Еще и сценарист. Ну, конечно. Интересно. Приехал этот фотограф, я сказал, корреспондент. И фотографирует. Мама-тата. А я говорю, вы не сюда, Владимир Владимирович? А вот сюда нужно встать-то. Тогда будет видно. Один раз. Потом мы встались, батюшка. Я говорю, нет, вы вот так сделайте. Меня на ту сторону переставьте. А вот сюда. Вон, такие глаза. Так вы так много знаете. А что тут знать-то? Тут один раз я увидал ее. И так понятно. Во-первых, чтобы снимок был чистый, информативный. А ты его снимаешь. Три снимка он сделал. Не один, а мой он повисил. Ты сделай так, что, во-первых, не бойся. Человек сказал, поверь мне козырю, чтобы лицо было чистое. Дальше. Вот так пускай он отшагнет. Вот так нога будет. Он на лестнице стоит. И видит, крест будет на храме. И видно, что ремонтирует храм. Так он об этом потом все и написал. Понимаешь? Любое дело нужно делать интересно. Я опять скажу, нехорошее слово, но азартно. Азартно, это я вкладываю смысл живо. С увлечением. С радостью. То, что во мне буквально все кипит на то, чтобы передать. Как на Бога. Да. Это необходимо. Один раз живешь, еще ты. Вот тебя загнуло нуждаю еще. Ты благодари Бога. Вот молитвы дома с ребятами. Каждый день благодарим. Неужели это все в одном дне было? Вот сегодняшний день, как многое Бог дал. Я вот это сначала так подумал. Коврик. Где его показать? Потом думаю, еще коврик чистый. Я послал на стол, не будет видно. И люди скажут. Так и получилось. Сказали, там не видно. Мне этого и надо было. Я к этому подводил. А теперь с детства Серега я договорился, какие команды дать. Чтобы он так лапки-то сложил, когда на задних стоит. И стоит так умильно. Видел он, когда лапки. А почему он так вот... Почему он скулил? Ему необычно было. Скулил, скулил. Необычно. Но ситуация необычная. Даже какой-то ситуации. Маленькие дети. Наморник только что морду давил. Давай наденем наморник на тебя. Что ты будешь говорить? Скулить будешь или нет? Скулить не буду. Это плакал, значит? Да. Ну, все. А теперь он любил ливенькие дети. А Володя там каждый обед дает по четыре. Я говорю, это моему другу в карман. Опять дас я опять это в карман другу моему. Вот сливки-то были. Ребята едят, а я ему две трети своих сливок отдаю. А они даже ревнуют, что ты сливками кормят. Не одни сливки только. Вот сколько Сергей дал корма собачьего, я истратил раз, два, три, четыре. Одну шестую часть только истратил. Одну шестую. То есть Сергей всегда говорит, он лучше стал выглядеть даже, приехал. Я ему с сухарями разбавлюсь, спой, там супчик где-то, маленькая сметанка, маслица. Оно разнообразное. И он понимает что-то с любовью. Видели, как он лижет руку. Он сказать не может. Сейчас плаши, он... Ой-ой-ой, так вот глаза. И он говорит, что слышали? Видели, как он прямо говорить хочет. Языка нет. А тем более, слово Божие в наших устах мертвое. Да куда же это годится? Я вот еще только еду, дорога, я говорю, для меня очень важное дело Галя Кубайкина должна сыграть. Как-то выбрать время, чтобы она сидела. Я вижу, как она печатает. Я ей буду говорить. Я уже заранее все это делал. И потом все это выставил. Сейчас нельзя выставить. Мне нужно это выставить в виде одного листа, его потом сфотографировать. И цифровое туда помесить. Фотографии идут, а надпись не пропускают. Я придумал так. Я буду на листах, потом фотографировать хорошим фотоаппаратом. Вчера долго. У меня неприятность-то какая была. Витя дал мне свой фотоаппарат. И я по полям, я в каждую дыру лезу, я все фотографирую. Снимки хорошие, все признают. Хороший просто ракурс такой, откуда. Но он у него застегивается плохо. Я беру смородину, он выпал. Я вижу, у меня пустой. Но вернулся я, у другого куста нашел. Пошел по малину, он у меня опять там выпал. Теперь надо вокруг резинку прижать, но это не мой. Я этого не делаю, жду, когда Витя приедет. Витя еще не приехал, я лезу голубям давать-то. Я тазик наливаю, там налита вода на втором этаже, на чердаке. Напротив, вторая голубятня. И наполовину он кого? Маленько открыто, а остальное железной крышкой закрыто. Чтобы голуби не купались. Я наклоняюсь, он у меня вываливается об крышку, раз, и бульк в воду. Я мгновенно выхватил. Но дальше-то у меня тяги-то не было, я не знаю. Нужно было батарейки сразу вытащить. Я бац, он не работает. А у меня батарейки только что заряженные, сильные. Я бы достаю новые батарейки ему туда. А вот, теперь там, где соединилось, оно все плавит. Для него тончайшее там где-то. Я этого ничего не знаю. Сушить надо. Я его на прищепку повесил на солнце, там вместе с бельем, там сушил. А вы помните, этот, собачье сердце-то, папаша, что бить будете? Когда он усталет, это вышел-то. И Витя приехал, а этот снимает. Я к Вите, что, папаша, бить меня будешь? За что? Да батарата, но я не папаша. Ну, папаша, батарату твоему. Бить будешь, наверное. Я же уронил его. И он не работает. Алексею даю, Алексей. Алексей не стал даже смотреть. Я говорю, какой-то старый обрядец, мальчишка. Там один ездил корреспондент. И уронил в озеро. Он его достал. Он его разобрал. Просушил, протер, раздал и работает. И я подумал, так и сделают. Алексей достал, понес к товарищу. Тот разобрал. Оптика, все пропало. Как она могла пропасть? У меня все это... Я обманываю тут. Я ему тогда даю книгу, подарю ему. Ну, сколько уж делал бы для нас. Привозит Алексей. Говорит, все рассмотрели, разобрали. Новое вставили ему там. Но он не пошел. Все. Теперь что? Я узнаю, сколько стоит вот аппарат. Даю деньги Алексею, загуляю. И он едет и покупает. И Витя возвращает. А я все равно этот аппарат хотел вам подарить. Но ты не подарил. Он твой. Теперь для спокойствия, совести. Я знаю, Витя я его отдаю, он мне его будет. Я не могу никак теперь отбиться от Витя-то. Он уже наметил подарить-то. Я тогда понял, мне надо покупать свой. Тогда Витя мне еще два фотоаппарата будет. А Витя, который новый-то, не знает, как с него снять фотографии. Теперь Алексей будет работать. А Гаврил, вчера мы переписываемся. Разные фотоаппараты. Есть там столько стоит, есть дешевле стоит. Но дешевле, дешевле, на пальчиковых батарейках. А у того такая вот, как у него здесь. И трудно заряжать. А тут быстро, не быстро, хотя зарядил, так в любой момент переставил. Ну и мы переписывались, переписывались. Он фотоаппараты эти высылает мне, копирует. И в ряд, какого теперь света. Розовый. Вот. С Гаврилом. Наконец договорились. В среду он мне его покупает. Горе вам теперь. Покоя вам не будет. Я его изучу. И буду фотографировать фотографию. Вот он и сценарист. Строго летера ночью, ночью, уже 10 часов. Мы все. Гаврилу я отдал уже, деньги отдал. И теперь он, который если больше, то будет так. А денег-то нету. А Господь взял так, что у меня оказались и деньги, рассчитался. Ну я 4 месяца не получал. По 5 тысяч умножаю фотоаппарат в кармане. У сестры Валентины вопрос или что? Слово? Нет. Про эту мусульманку, которую книгу вы рассказывали, в прошлом году приносила Алла. И мы, по-моему, многие тут прочитали. Как вы начали рассказывать, я сразу вспомнила. А что вы приносила? Бенкишейт. Ага. Книгу. А я эту книгу читала вслух и записала. Если кому надо, вас из них нечем прослушать. Я вам дам. Нет, мы читали ее. Она в видео, в видео, на квартире. Как она нас удащает. И как мы ноги калащом сидим. Стала-то нету. Нет, у меня нету. Дастархан, коврик. И на коврике сидим. Арбузы, яблоки. Нет. У вас нету такого. Стала нету. И стульев нету. Это не про Пакистан. Они про книгу говорят, Белкиш-6. Какую? Я осмелился назвать его отцом. Про эту книгу. Белкиш, эту книгу нам в прошлом году приносила Алла. Алла приносила. И мы многие тут читали. Хорошая? Хорошая. Очень трогательная. А я свое. Не замечаешь, что я не слышу. Я о чем они разговариваю, судят, я не слышу. И говорят, плохо говорили. Я не слышу. Мои отношения не меняются. Не так хорошо. Я все время в своем мире. Повторите, пожалуйста, название фильма. Название фильма многостерийного, который вы говорили. Сейчас. Вольф Мессинг. Вольф. А фамилия Мессинг. Мессия. Мессинг. Он в 57-м был в Барнауле. А я учился здесь. И приглашали смотреть. Я видел фотографии, но я не знал. Он в 74-м умер где-то. Это режиссер фильма? Нет. Нет. Или так называется? Да, название. Вот он из 16 серий. Об иллюзионисте. Очень хорошо поставлен. Кто не видел, кто? Иллюзионист. Вы объясните, кто это был. А? Кто был, объясните. Я видела. Он сам не знает, кто он был. Он никакой не правил. Он когда маленький был. А их четверо ребятишек. Еврейская семья. В еврейской семье так биографии везде пишется. В это время мать выходит, молока дает, они сидят, пьют где-то. А он, мать куда-то пошла, только заставил сандуку, кусочек раз и яблоко. И мама ушла, он побежал. А ребятишек опять пошел свою розу кормить. Корова роза. И он подошел, ей дает и прощается, гладит. Роза, мне так жалко тебя. Я прощаюсь с тобой. А мать его нашла. А ты что здесь делаешь? Мама, я прощаюсь с Розой. Но ему уже лет семь. Чего ты с ней прощаешься-то? Мама, она умрет скоро. Кто? Роза. Ну типун тебе на язык умрет. Да мы с голоду умрем без розы. Пошел, мол, да что ты придумываешь-то? Да пророк не нашелся еще тут. Это его не бьет так, а толкнет где-то-то. А он пещерявый такой, еврейский пацанинок оборачивается. Роза прощает. И на следующий день она берет свое деревянное ведро, идет, доит. А заходит, а корова лежит на боку. Э-э-э, ребят. Она так ахнула. Господи, да что же это такое? Ну корова-то сдохла. И они пошли к рыбе, это раввин. И они ему рассказывают. А он лежит-то сидит. А чего это, не знаю. А вы помните, вот у нас тут человек потерялся. Ты думал ли он задавился где-то, да? А ведь Ролик-то, это, ну его, она его так зовет-то. Вольф, Волик. Волик-то сказал, говорит, а он, говорит, в Варшаве находится. Он на базаре картошкой сейчас торгует-то. И он к осени-то явился, а так все и было. И вот Рыба идет с ним, у него тут песни такие. Их священник Рабин. И говорит, а ты скажи, Волик, а как ты знал, что он придет? Не знаю. Ну а как ты, ты Варшаву видел? Нет, не видел. А почему ты понял, что Варшава? Не знаю. И ты увидел его? Да, я увидел. Странно довольно. А как корова-то умерла, сказал. Ну, я понял, что он умерет. А как ты понял? Не знаю. А он, Луна, когда он, Лунатик, встанет и руки стоят там к Луне. Он говорит, вы налейте коры-то воды. И когда он подойдет, что он в воду-то ступил, холодная вода-то, и он начнется, сам вернется. Ну, так и было. Он подошел, руки простирал, шагнул и в воду. И сразу тыкнул, глаза открыл, а мать уже рядом за ним следила. Она обняла его, что с тобой? И отец однажды его дома был. Кормить вас, прожорливая там. Хоть бы на один рот было меньше, но него. Пророк мне тоже-то. И он выскочил, убежал из дома, и теперь он едет дорогой. Он еще не знает, чем обладает. Ну, и там под сиденье залез, в который едет вагон-то общий там. Его видать там везде, как пригородный. Он увидал, а ну-ка, молодой человек, вылазьте, показывайте билет. А там бумажка какая-то, газетный отрывок лежит. Он потихоньку подает ему. Что-то взял, посмотрел, покомпостировал. Так, что ж ты с билетом и едешь. Вот места свободные, под сиденьем лежишь. И он его оттуда. И дальше он, как от голода умирает, от голода. Как он в мертвецке-то лежал. В мертвецке-то лежал он. Да. И его признали мертвым, а потом проходит мимо. У него на ноге бирочка висит, что там мертвая, от какой, что. И она так трясется. Один подошел к доктору, кричит. Стоит там, доктор, так он живой. Ладно, живой, лишку выпили там. Он прошел, так косится, смотрит, а у него пальчик шевелится. Да живой он! Ну, подошли, пульс есть. Ну, и давай, он глаза открыл, посадили его. Ты чего видел-то? Видите. Далее он попил. И ты чего? Где был ничего? Я спал долго. Три дня у нас мертвый в морге лежал. Долго. Ты мертвый был? Мертвец. Ну, и дальше начинает разговор. Они садятся за стол, корбят. Он не может наесться никак. Потом глянул на этого. Ну, как? Ну, я понял, что у него желание такое у отца. Как, желание ты понял? Ну, да. Вот это здорово. А ну, скажи, какое у него желание? Вот это. А он смотрит на него и говорит, желание вот такое его. Тот говорит, да, у меня такое желание. А ты доктор сразу... А ты можешь обратно посылать? Могу. Ну, скажи ему что-то. Он смотрит на весь экран в глаза. То расширяется, то сужается. И наконец-то он сказал, и тот медленно встает, помощник доктора, идет вокруг, подошел с обратной стороны и вот его... Доктор говорит, кто-то... Ты что? А он засмеялся, я ничего не знаю. А ты какое желание сказал? Я сказал доктору подняться и поблагодарить за обед. Ну, он так поблагодарил. И дальше в его жизни как все будет. Они поняли, это находка. Он считает мысли человек, смотрящий сквозь время. И он до конца спрашивал, я не могу понять, это благословение у меня Божие или проклятие дьявола. Он никак не может. Но жил он в грехе, блудил, пил, курил, Богу не молился. Он не знал ничего этого. И только одна женщина на Сибирске, еврейка тоже, Аида. Ну, вот так уже подстроили ее. Он идет с ней. И я хотел вам сказать, ну, зачем говорить о первом муже, как ребенок у вас был. Она говорит, вы страшный человек. От него ничего нельзя скрыть. Она хочет что-то из биографии сказать. Он дальше продолжает ей говорить. Он все знал. Когда она умрет, день, час. Врачи, знаменитая светила. Да бывает и не умирает. Вы с кем разговариваете? Вы помните? Кто я? Я Мессинг. На календаре у меня помещено. И она в это время умрет. Этот дар я ничего не могу сделать. Они тяготятся всегда этим даром. Еще бы. Сейчас вышел многосерийный фильм о Ванге. Вангалии. Вангалии, да. Вангелия. Вангелия, да. Ну вот. Жена у меня смотрела фильм. Я так несколько эпизодов только зашел. И говорю, зачем тебе это надо? По православной христианке смотреть этот фильм. Она, я как раз зашел в один эпизод, был такой. Когда она была, да, там показывают, как Гитлер к ней приходил. Она ему указала, что ты не иди на Россию, потому что ты проиграешь войну. И сказала, что где он, скоро его конец уже будет. В общем, все, что она видела, сказала Гитлеру. И он Гитлер пошел, ничего не сделал бы с ней. Не боялся. А он, ему это, когда он сел уже в машину-то, от нее выходил, ему эти сопровождающие-то лица говорят, почему вы ее вставили? Разве ты не понял, таких людей нельзя трогать? Гитлер. Не понял, что? Гитлер сказал, разве ты еще не понял, что таких людей нельзя трогать? Это неправильно. Это все придумывают. Вот Мессик встречался, и он... Нет, я хочу закончить мысль о том, что она говорит, вот когда она была в тюрьме, ее посадили там уже болгары после войны уже у себя в тюрьму. И вот она там рассказывает своим сокамерницам о том, ну, рассказала всем им, удовлетворила их вопросы, и потом говорит, они приходят ко мне, то есть покойники, она общается, они для нее, она для них, вернее, как ворота. И они к ней приходят. И они через нее общаются. Ну, я говорю, тебе зачем это надо-то? Ты не знаешь, что покойники, они лежат там, в яме. Это приходят бесы. Бесы приходят. Разве ты этого не понимаешь? Так это может мифинг-то тоже это... Молчу. Ну, это не может быть. То же самое. Это не может быть. Он рассказывает именно о войне, то другое. Там другое дело. Это не ванга. Ванга там еще... Это совершенно другое. Там постоянно разговор идет о духовном размышлении. Тебя просто подталкивает, а как бы это было, если бы это было от Бога? У святых все совпадает, именно так это и было. А кому это нужно? Помогало это или нет? И как он находил, когда он просил ответа, он вот так вот держал, весь искажался, в обморок падал. У святых этого не было никогда. Это не пророки. Он просто возвещал, так говорит Господь. Значит, не полезно его смотреть. А я этот фильм не смотрела, Мессинга. Я так утомилась. Не настолько трудно стало, и я его не стала смотреть. Что стало? Я так утомилась. Мессинг, Господи? Он же блудит без конца. Там такие самые. Настолько мне тяжело было. Я не стала смотреть больше. Это не смотри. Но там есть моменты такие, где просто необходимо размышление. Все время вызывает к размышлению сравнение. Игнатий Игоревич, этот фильм можно смотреть только с вашим уровнем. Да. Нет, нам не полезно, Игнатий. Я посмотрел, я вам не говорю. И потом я начал смотреть по частям отдельные моменты. Проявлять вот это вот как было, как он смотрит. И какой дух это, в какой момент этот подходит. Нам необходимо просто видеть это. Надо узнать. Ты можешь легко попасть. Другие люди доедут. Но там Кашпировском, тут все было понятно. У Ванги тут даже вопросов нет. Здесь другое. Там уже много ролей играл. Деньги. Там три человека играют роли. В детстве, в юности и в старости. Вот как он играет, даже кажется, нельзя так сыграть. Настолько глубоко это. Вот как он смотрит, как говорит, как поворачивается. Когда там бежал. Это талант из талантов. Вот как у нас Евгений Миронов показывает. Да куда-то что-то на этом уровне. Ну а какая польза? Я, например, нашел пользу. Различайте духов, апостол Павел говорит. Здесь уверены, что он сам не знает даже. Близкие люди не знают. Одни убеждают это от Бога. Другие говорят о дьявола. И когда с Берией поговорил, Берия сразу же расстрелять. Он знает где. А Сталин говорит, если хоть волос с головы упадет, говорит, спрошу, его куда отправляют в Белоруссию. И опять немцы, опять арестуют. Он все время попадает в эту сцену. Ну его сразу переправили тут. В Новосибирске он был. Так Сталин-то сам был связан с эзотерикой, со всеми этими силами. Там ночные тегдения и все это было. И он именно на сцене выступал. И говорят, как будет продолжаться. И Гитлер так же. Вот Гитлер, когда разговаривает с ним, пока идут с Гитлером, и он, когда впал, и Гитлер все стоит, ждет его, вышел. А почему такой глубокий транс? Это страшно. Он видит везде кровь. Первая в 38-м падет Польша. Далее Чехословакия, Франция, Люксембург, Норвегия. Везде развивается свастика и показывает развивать эгиттер. Все выше, выше, полу. Ну и дал ему всю свободу. А за ним наблюдает постоянно, там один Канарис. И в это время из зала задает вопрос. Из зала. А чем это все кончится? И он, дальше он не властен. На него находит этот дух. И он говорит, если пойдут на Восток, кончится полным крахом. Его сразу же арестовывают. Ну успевают бежать, прям перед самым арестом. А дорогой, уже указ везде задержать. Он показывает большую бумажку, там проезд. И он добирается, да, Польша, война и попадает в Советский Союз. А в Советском Союзе тут, он мгновенно сразу попадает. Допрашивает какой-то там чин, полковник, где-то, ну, шпион, явное дело шпион, без паспорта, проще. Он говорит, вам не об этом надо думать. Ваша дочь Аннушка смертельно больная, а вы меня расстрелять. Вам нужно сейчас, вы готовитесь на операцию здесь, она умрет. Вам нужно сейчас же лететь в Москву, и там вот такой-то врач там-то находится. Он делает операции, и он ее спасет. Он в ужас пришел. И далее разговаривает уже с Берией, и все, да, так. Ну вы же, знаете, старый большевик там, что-то другое. Он говорит, все так, и уже летят в самолете, его везут туда. И Берия ему дает, дает. Ну Берия артист, не артист, как будто сам Берия. Ну настолько на Берию похожи, как будто двойника нашли его. Как он говорит, как смотрит, как поджимает губы. Берия. Самое охраняемое здание в Министерстве МВД. НКВД. И там на четвертом этаже он говорит, вот, выйди на улицу, и потом обратно зайди. А он охраняется, на каждом этаже часовые стоят. И он еще может пойти, куда пойти. А тут сидят офицеры вокруг. Ну вы же сказали на улицу. Иди. Он вышел, а другой офицер, он подходит к первому. Тот ваши. И он смотрит в глаза, глаза взвызал, тот попятился. Все, прошел. Второе. Третьему еще что-то показывают. И вышел на улицу, стоит, покурил, возвращается обратно. Заходит в Кремль когда. Его сразу остановят, он показывает. А, он не показывает. Он говорит, вы что, меня не узнали? Я министр Главлентий Павлович. И вот, тот сразу моткозырял и говорит, ты кого пропустил-то? Кого? Главлентия Павловича. А не Сталин говорит, вот тут касса, получи сто тысяч. И он идет, белый лист берет, один белый лист-то. И косинша это и дает. Она посмотрела, деньги сразу берете, сразу. Он берет, а во что брать-то? Взял овощку, в овощку скидали, вышел. Вот сидит. А от Бога человек, зачем ему это нужно? Комедия. Не от Бога. Не от Бога. Но подделка под такой угол идет, что все время подталкивает людей задуматься. Он говорит, я никогда не обманывал. Это правда. Никогда. Но один раз ему пришлось обманывать. Одна зрительница задала вопрос, четыре сына и муж ушли на фронт. Как? И он посмотрел, он понял. И сказал, все они живые. Живые? Она ему там и нищие принесла. Живые. А когда вышел, он сказал, я первый раз обманывал. Они все мертвые. Они уже все убиты. Если бы я сказал, что бы с ней было? То есть такие моменты, которые, ну, показывают. Он добро делает, он как будто. Если ты духовный, и ты понимаешь духовную суть, ты высветишь это и сможешь показать. У тебя будет речь обличающая эти действия. Верующие этим не занимаются. Это не... Ну, ты сказал. Ну, сказал Гитлер. Он сказал, в феврале 43-го Сталинград падет перед немцами. Это не... От немцев отнимут все. В наш будет. А война, они думали, полтора года или год воевать. Он говорит, только в 45-м, 8-го мая будет. Главное-то в чем? В том, что все эти предсказательства, все эти пророчества, они ничего не меняют. Ничего не меняют. Ну, изменим. В ход события-то никак не изменится. Вот тут и оно. И когда его Гитлер спросил, скажите, а как вам видится будущее вашего народа? Я понял. Главный вопрос, а ты Гитлер мог задать. Я не знаю, я не могу. Ну, ты помолись, чтобы Бог открыл. Какой будет здесь освенцем? Он не может еще сказать. Ну, будет много жертв, крови. А тебе что открыто? Ничего не открыто. А еще что не открыто? Моя судьба мне не открыта. Про себя я ничего не знаю. Он говорит, его записывают, его снимают. Это другой уровень. А другом. Однажды он сидит вот так вот. Не сидит, а на этом, на сцене. И там он хорошо знаком с сыном Сталина Василием. И тот в зале сидит, то одной женщине с одной стороны, то другой скажет. А он вышел, он говорит, Василий Иосифович, вы сами задайте вопрос. Он говорит, какой у вас слух? Он говорит, да хорошо слышу. Вот. И вы задайте вопрос. А скажите, в Свердловске какая команда победит? Моя хоккейная команда? Или вот там генерал-полковника такая. Не знаю. Но я постараюсь узнать. Отвернулся. И вдруг сморшется весь. Отвернулся. Ни зала, ничего не видит. Вышел в другую комнату. Идет к телефону. Жена говорит, что, твое выступление там прервал. Там люди ждут. Не будет выступление. Набирает трубку. Так. По скребышам сидит. Соедините меня с Иосифом Иссарионовичем. Да вы понимаете, что просите? Я сказал, соедините. Иосиф Иссарионович сказал, когда нужно будет, в любое время звоните. Ну и что? Почему долго не звонил? Так и так. Так. Ждите. Машину высылают. Машину высылают и сидят. Я хотел сказать вам. Самолет летит, который свернулся в котелье команды. Все погибнут. Чтобы сын ваш не летал. А может это не так. Они погибнут все. И тогда он дает указание. И Лаврентью Павловичу в Берии. Сделай так, чтобы сын не летел. А команда как? Команда послетит. Ну команда, чтобы тоже не летела. Раз самолет разобьется. И он Лаврентья говорит, как ты думаешь? Ну пусть летят и узнаем. Правда он нет, говорит. Когда самолет-то полетит. А так узнать-то. Ну и жена ему сказала, передали по радио, что разбилась. И он упал на кровати, лежит. Он обманул меня за Сталина. Он обманул меня. То есть он как ребенок был. Это диктатор. И потом уже он с Хрущевым. Вот этот Карибский кризис, когда был Кубе-то, чуть война не была-то. И он вспомнил о нем. А он с самого начала Хрущевым заступил, его вызвал и стал его допрашивать. Скажи, а кто такой Сталин? Он говорит, Сталин. Это великий человек. Какой великий? Ты считал, 22-й съезд, я там что говорю как? У него руки вот по локоть крови показывают ему. Это великий человек. Но для него он великий, он так и отвечал, как есть. И Хрущев закрыл ему все города, это как в сельской местности. А там бабки ему задают. У меня корова стельная бычка принесет или телочку. Он говорит, да мне надо видеть. И он говорит, да вон в окошко привязанное. Вот другое. А вот у меня муж что-то обещает пить его. Он сказал, нет, он пил и пить будет. И вот когда-то атомная война должна была уже вот-вот начаться, вызвали его. И он говорит, надо уступить. Ракеты забрать с Кубы. Да как? Великое государство, может, Хрущев? Никак. Но вы взамен что-то попросите. А что мы можем просить? А они в Турции установили свои ракеты. Еще Хрущев не знает об этом. Откуда ты знаешь? Ну я их увидел, эти ракеты. Вы попросите, чтобы взамен они ракеты из Турции убрали. И так и было. И потом Хрущев радостный вызывает. Убрали ракеты-то мы. И те убрали-то. А как ты это знал? Я ничего не знал. Я просто видел это. Что он смотрел сквозь время, это так. Но все, как правило, связано с убийством. А дьявол, человек, убийца и ложь. Тут надо еще вот, чтобы он нигде ни разу не увидел, чтобы Господь звал его верить в покаяние, по Евангелию. Он ничего не видел, о чем пророки видят. Какие видения? Он ни разу нигде не видел. И себя вообще не знал. Вот и все. И поэтому я эти моменты отдельно пересматриваю, выделяю и показываю. И люди, которые верят, что от Бога, я их сейчас свободно могу поставить на место и показать. Сравнись с Божьим. Тебе это не надо, правильно сказал. Тебе это зачем? Но я беседую с людьми. И мне необходимо им показать. Где он с военными? Где с военными? Там с военными. Все связано с войной. Вот так. Если с этим и знакомиться, только в этом ключе, чтобы показать, что это не от Бога. Но не сам. Самому это невозможно. На нервы действуют. Сестры. Записываются. Еще. Все у вас? Да. Слава Христу. Аллилуйя. Мы соскучились о вас уже здесь. Ваши занятия. Для нас они радость. Владимир Игоревич, помолитесь о нас грешных. Да молитесь, как без меня молились. Нет, молитесь. Теперь, что же мы при вас будем, как без вас. Нехорошо это. Кто посмотрит, скажет, да они еще молиться не умеют. Да. Вот ничего себе. Как вы не умеем. Да я еще умею. Учите. Я просто говорю и все. Боже, милостиво будем негрешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец вам решил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. За молитвы святых отец наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи здесь, Сыне, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися ваны, и очистины от всяких скверн. И спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетие, ссыли немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресной во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое и Сарство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог и Его, ам воочию. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за тот день, когда Ты даровал святую веру, дар неба, и вложил страх в сердце и ожидание суда Божия. Воздай милости всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Благодарю за тот день дивный, когда Ты вручил мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Хвала Тебе, аллилуйя. Пресвятая Госпожа, Богородица, спаси нас, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Богом негрешним. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, в скольких трудных опасностях, сложной дороге Ты всюду нас хранил. Слава Тебе. И Ты позволил закончить это путешествие и возвратил нас к родным и близким в наше жилище. Хвала Тебе. Все это мы получили от Тебя, несравненный и дивный Господь. Добрый мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И не страшиться старее начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святителю Христу Николу, моли Бога мне грешни. Господи Боже наш, слава Тебе за этот день. За эту святую возможность свидетельствовать о милости Твоей. Благослови брата Игоря, Виктора в пути. Сохрани его от всякого рода зла. Помилуй его. И пошли добрых насельников в селение наше, как угодно, воле Твоей святой. А злых и недобрых, и непослушных не допусти. Посети болящую Александру, Николая, Павла, Иннафу, Иоанилу. Тебе, Боже, слава вовеки. Святые пророки, молите Бога нам. Да исполни Господь духом пророческим церковь свою. Господи, путеводи нас духом Твоим святым. Будь милостив к нам. Открой наш разум и уразуметь, чего Ты ждешь от нас. Как нам служить Тебе и угодить милости Твоей. Чтобы день смерти нашего отшествия отсюда не застав нас с неготовыми. Но ожидая жениха души, мы вышли навстречу с горящими светильниками истинной веры. И сосудами, полными илея добрых дел, стаделанные в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, хервимы, серафимы, все небесные силы, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, херверховные Петры, Павелы, ингелисты, Матфея, Марк, Лукаян, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимик Амедийский. Дабы никто не принял очертания зверя антихриста. Аллилуйя! Избави нас и жилища наше от пожара, воровья, чистой силы, потопления всего, что не славит Тебя. Святители Христовы, Василий Великий, Григорий Богословов, Иоанн Златову, молите Бога о нас. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Господи, даруй им послушание. Жена вы делал молчание, соломудрия и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Господи, коснись сердца и даруй послушание и крото с Галине Екатерины и Евгении Надежде, 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 Светланы Марии, Рейса, Лариса Марина и Юлия Редмира. И прими нашу молитву. И воздьяния рук, как жертву вечернюю, благухание, приятной пред престолом благодати Твоей, Господи. И сойди нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И брата Акима возврати невредимым. Ты сам усмотри о нас нечто лучшее, как угодно воле Твоей святой. И о чем мы рассуждали об этой поездке. Избери нам место и сердце Николая. Направь. На желание совершить положенное Тобою. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышит рад Твой. Аминь. Аминь. Спасибо Христосу. Слава. Спасибо Христосу. Так, найдите, закройте. Спасибо Христосу. Возьмите, закройте. С той стороны тоже. Спасибо Христосу.